Это лайк, мы продолжаем. Мюнхенская полиция допрашивает отца стрелка, который накануне устроил бойню на улицах столицы Баварии. Немецкие журналисты узнали имя предполагаемого преступника. Это некий Давид С. Полностью фамилию пока не раскрывают полицейские. Также к этой минуте известно, что огонь по людям открыл 18-летний выходец из Ирана, у которого было и иранское, и немецкое, два гражданства. В его квартире прошли обыски. Дом стрелка находится в центральном районе города. Полиция пришла в его квартиру по наводке знакомых подозреваемого. Они узнали его по видеозаписям с места происшествия. Причем силовики начали обыски только спустя три часа после обращения соседей. Уже понятно, что 18-летний молодой человек действовал в одиночку. Начал он атаку у Макдональдса, зарядил пистолет в туалете. Затем вышел из здания и начал палить по прохожим. Устрелявшего был только пистолет. Сообщения о ружье и бомбе в рюкзаке не подтвердились. Потом мужчина покинул кафе, не прекращая вести агонии на улице. Прошел почти километр до ближайшего торгового центра. Никто его не остановил. Стрельбу он продолжил уже внутри этого центра. На парковке недалеко молодой человек попал на камеры очевидцев. Вот диалог стрелка с немцами, которые находились на безопасном расстоянии и оскорбляли этого стрелка. К атаке. Давид готовился заранее. Он пытался собрать в торговом центре, где он потом открыл. Огонь как можно больше людей. Для этого он использовал ими девушки в соцсети Facebook. Там 18-летний иранец написал пост от имени некой Селины Аким и пригласил всех желающих прийти в 16.00 в торговый центр «Олимпия». Пообещал от имени этой девушки купить всем недорогие подарки. Об этом сообщает британский «Телеграф». После атаки в торговом центре преступника ранили патрульной. Но стрелку все же удалось скрыться. Это при том, что на месте работали спецслужбы Мюнхена. Атаковавшего нашли мертвым в километре от места, где произошла бойня. Официальной версии он застрелился. Мотивы мюнхенского стрелка до сих пор неизвестны. Сообщают, что подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции. Его связь с террористами ГИЛ не доказана. Полиция пока не готова утверждать, что стрельба в Мюнхене была террористическим актом. По последним данным, в жертвенном бойне все-таки стали 9 человек. Среди них есть и несовершеннолетние. Десятый погибший сам стрелок. 27 человек ранен. 10 еще находятся в тяжелом состоянии. В том числе 13-летний мальчик. Но, меж тем, атака в Мюнхене. Не первое подобное ЧП в Баварии на этой неделе. В понедельник 17-летний беженец из Афганистана напал с топором на пассажиров пригородного поезда. Мишенью он выбрал туристов из Гонконга. Тяжело ранил четверых человек. Легкие ранения получил еще один. Позатем преступник нажал на стоп-кран и попытался скрыться от полиции. Сейчас район происшествия патрулирует усиленные наряды полиции. Сам торговый центр тоже отцепили. На месте работают следственные бригады и спецслужбы. Еще ночью полиция разрешила возобновить работу общественного транспорта в Мюнхене. В Баварии объявлен день траура. Президент Владимир Путин выразил канцлеру Германии Ангеле Меркель и премьер-министру Баварии Зай Хоферу. Я добавлю только что. Глава полиции Мюнхена заявил, что вчерашние события никак не связаны с темой беженцев. Мюнхенский стрелок родился и вырос в столице Баварии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова